МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Картина дня в репортажах журналистов МТК-видео на канале ТНТ в этом выпуске. Поддержка центра. 100 миллионов рублей на строительство парка «Маяк». Проект успешно прошел защиту в Москве и вышел в лидеры. Мы вообще не ожидали, что так все получится. Свой дом смогут приобрести 56 молодых семей. Денежные сертификаты от 500 тысяч до миллиона рублей вручили колымчанам, кто и как попадает в программу поддержки. Денежные средства пойдут на повышение кредитного договора. Чиновники мэрии Магадана вышли на субботник. За 2 часа 80 человек вывезли 90 мешков бытового мусора. Весну надо ускорять. Ускорять сейчас последние дни весны. Но у нас все никак не появляется. Горожане предлагают идеи. Региональное правительство поддерживает. Шесть лучших будут реализованы уже в этом году. Например, мобильная школа современных технологий или маркировка туристических маршрутов. Маркировка троп, она предполагает под собой установку еще информационных стендов. Об этом и многом другом. За 15 минут. Проект парка «Маяк» победил в федеральном конкурсе грантов на благоустройство. В Москве его представлял мэр Юрий Гришан. На реализацию задумки город получит 100 миллионов рублей. Изначально идея парка заняла первую строчку в вопросе горожан. 2000 человек поддержали «Маяк». Стройку начнут через год. Приведут в порядок проезжую часть и пляж. Проектом предусмотрено несколько зон. Зеленая, детская, прогулочная, дендрарий и арт-объекты. Мы вообще не ожидали, что так все получится. Но задачи, которые стоят освоить деньги, это не менее сложно, чем завоевать такую вот грантовую поддержку. Поэтому будем с вами вместе добиваться того, чтобы все это реализовать. На благоустройство малых городов и исторических поселений с населением до 100 тысяч человек правительство страны выделит 5 миллиардов рублей. В Министерстве России рассмотрели 450 заявок, отобрали 80 городских проектов. Татарский Елабуга, Дагестанский Дербент, Подмосковный Зарайск, Коломна и Сергеев Посад вошли в список обладателей грантов вместе с Магаданом. 56 молодых семей получили денежные сертификаты на приобретение жилья. Почти 10 лет назад семья Мазаевых начала свой квартирный путь со съемных однушек. Своими силами не смогли накопить на собственное жилье и стали участниками программы поддержки. Спустя 6 лет семье вручили сертификат на 800 тысяч рублей. В 2016 году мы взяли ипотеку. И вот сейчас вот этот сертификат, который денежные средства пойдут на погашение кредитного долга. Сумма ипотечного долга у нас большая. И вот эта как раз помощь нам очень поможет, будет даже необходима нам. Программа обеспечения жильем молодых семей действует в Магаданской области с 2008 года. За это время социальные выплаты получили 487 семей. Общая сумма финансирования за 10 лет – более 300 миллионов рублей. В 2017 сертификаты получили 83 семьи, в этом году – 56. Количество выплат зависит от выделенных средств. Участвовать в программе могут как полные, так и неполные семьи. Важно, чтобы на момент получения сертификата возраст родителей был не старше 35 лет. Сумма выплаты зависит от состава семьи – от 500 тысяч до миллиона рублей. Эти средства можно потратить на покупку квартиры или на погашение ипотечного кредита. Сертификат действителен 3 месяца, но ждать его получения придется 5-6 лет, так как в очереди несколько сот человек. По всем вопросам обращаться в Управление по учету и распределению жилой площади мэрии Магадана на Горького, 16. Полетели! С настроением сотрудники мэрии Магадана сегодня вышли на субботник. 80 человек покинули офис и взяли грабли, лопаты, метлы. Ребят, по-моему, тут грабли нужны. На уборку вышла и Ирина Колесова. Девушка считает, что чисто должно быть не только там, где ты живешь, но и там, где работаешь. Честно говоря, очень давно уже хотела убраться. Как только снег сошел, естественно, вылезло все, что лежало на газонах, все, что попадало. Вот ждали просто погоду, потому что под дождем, под пронзительным ветром, ну, для здоровья не шибко полезно, скажем честно. Лариса Евшири работает в мэрии на 10 лет больше Ирины. Выходит на уборку ежегодно. К чистоте вокруг приучает и своих внуков, показывая пример в свободное от работы время. Пока у меня ребенок, внучка катается, я там обдираю сухую траву, вот, собираю. Территорию уборки разбили на три участка – около мэрии, в сквере 70-летия Магадана и на Аллее Славы. Видно, как из-под старой листвы появляется зеленая травка. Это очень радует, потому что весну надо ускорять. За два часа работы было собрано 90 мешков мусора. За неделю во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна» приняли участие уже более трех тысяч человек. Теплоход «Амалон» доставил первую партию угля для Магданской ТЭЦ. На борту почти 27 тысяч тонн твердого топлива. Для топительного сезона предстоит завести 250 тысяч тонн. В этом году уголь для ТЭЦ колымской столицы поставляет компанией «Битикаль», которая выиграла тендер. Топливо доставляют с Таудинского разреза Кемеровской области. Его доставляют железной дорогой до порта Ванина, а потом морем в столицу Колымет. В Магаданском морском торговом порту, сообщает пресс-служба «Магаданэнерго», разгрузка уже началась. Потребуется 3-4 дня. В этом сезоне сухогруз, как и прежде, выполнит 10 рейсов. Угольная навигация завершится до конца ноября. Преступление несовершеннолетними стало меньше на 40%. Полицейские отмечают, что плоды дает система наставничества и крупные общероссийские акции. Дядя Степа в глине поехал на всероссийский творческий конкурс. Полицейские выбрали скульптуру, которая лучшим образом показала их в профессии. В рубрике «Мобильный репортер» «Подводный мир» одной из самых холодных морей открывает свои тайны. Полицейские Магаданской области на 40% добились снижения преступлений, совершенных подростками. Уменьшилось количество тяжких и особо тяжких нарушений закона. На уровне прошлого года остались только случаи насилия в отношении несовершеннолетних. Сегодня на учете МВД России по Магаданской области состоит 289 подростков. Из них 22 имеют судимость. На профилактическом учете состоит 9 групп антиобщественной направленности. Подростков посещают по месту жительства, проводят профилактические беседы, направленные на предупреждение о совершении повторных преступлений. Об этом сообщили на брифинге в МВД России по Магаданской области. Сведения о несовершеннолетнем будут внесены в информационные учеты. В МВД это может потом сказаться и на устройство, на работу в правоохранительные органы. Это может вообще при поступлении в различные образовательные учреждения, в высшее образование. Поэтому, конечно, последствия есть. Снижение преступности полицейские связывают с системой наставничества, которая в этом году стала давать отличный результат. Стали привлекать общественные организации, например, наследие. Крупные общероссийские акции помогли разобщить несколько преступных групп в регионе. Сегодня мэрия Магадана и компания «Кинрос» подписали соглашение о социальном партнерстве. Документ подписан на год. Компания готова оказать содействие в реализации спортивных образовательных программ и поддержке одаренных детей. Компания «Кинрос» в прошлом году начала ремонтировать дворец детского и юношеского творчества. В нем уже поменяли более 100 окон, привели в порядок часть фасада. На завершение ремонта в этом году корпорация выделит 7 миллионов рублей. Планируется, что подрядчик завершит работы к дню города, 14 июля. «Кинрос» ежегодно награждает победителей и призеров школьных олимпиад, лучших докладчиков городских научных конференций. В этом году среди них победитель Всероссийской олимпиады по литературе, 11-классница из английской гимназии, Евгения Юрченко и 60 выпускников школ с золотыми и серебряными медалями. «Колыма» получит 140 миллионов на новые детские сады. Регион стал участником федеральной программы модернизации систем дошкольного образования. В Магаданской области сегодня 8700 малышей посещают детские сады. Около 2500 – в возрасте до трех лет. В ясельных группах дефицит мест. В так называемом «отложенном спросе» 500 детей. Полностью решить проблему власти намерены к 2020 году. Начинаем большую работу, потому что наша задача к 2019 году ввести дополнительно 163 места в двух городских округах, где сохраняется такая потребность. Это Хасынский городской округ и город Магадан. Усложнить выполнение задачи могут условия, которые поставил федеральный центр. Финансирование предусмотрено только на строительство, выкуп или пристрой зданий. Ни ремонтов, ни реконструкций. В Магадане объект пока выбирают. Один из вариантов расположен в микрорайоне Нагаева. 19 магаданцев перед экспертной комиссией защитили интересные проекты. Часть из них помогут изучить окрестности Магадана, привести в порядок некоторые городские зоны. Предложили также на время летних каникул создать мобильные школы, где можно будет учиться 3D-печати, компьютерной графики, веб-дизайну и другим современным технологиям. Главные критерии оценки – это актуальность, новизна, возможность реализации проекта. Опытный путешественник Ксения Яковлева предложила маркировать сеть туристических несложных маршрутов в пригороде. Она считает, что ее задумка летом будет полезна многим. Маркировка троп, она предполагает под собой установку еще информационных стендов, на которых может быть изображена информация, например, историческая справка каких-то объектов Магаданской области, например, о стоянке древних людей, если мы пойдем на Бухту Светлую. На стендах можно также размещать полезную для туристов информацию, как построить шалаш, развести безопасно костер и многое другое. Лучшими признали 6 идей горожан – провести экологический фестиваль, проводить в классах дополнительные научно-познавательные уроки и другие. Все проекты-лидеры будут реализованы до конца года. Выпускной бал для дошколят собрал самых творческих детей Магадана. Сто человек из семи детских садов прошли кастинг музыкальных и театральных экспертов, хореографов. Группа победителей подготовила концерт, который стал отчетом всех дошкольных учреждений областного центра. Вокальные и хореографические номера этого дня покажут и на большой сцене, на летних праздниках. В этом году детские сады покидают больше тысячи малышей. Сегодня в Управлении Министерства внутренних дел России по Магаданской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского творческого конкурса «Полицейский дядя Стёпа-2018». Его проводят среди юных колынчан от 6 до 14 лет. Из 20 подделок и рисунков выбирали три лучших. Победительницей стала 12-летняя Ксения Князева. Девочка 6 лет занимается лепкой из глины. Глиняный дядя Стёпа уже отправился на Всероссийский этап. Выполнялась эта работа в течение двух часов. Сначала нужно было слепить основу. Это было не так сложно. Сложнее всего было расписывать и делать лицо. Всероссийский творческий конкурс «Полицейский дядя Стёпа» Министерство внутренних дел России проводит пятый год. В этот раз он приурочен к 300-летию российской полиции. Финал конкурса уже начался на сайте Министерства внутренних дел России. Можно проголосовать за работы в онлайн-режиме. Мобильный репортер снял бухту Гертнера. В мире, где многое давно открыто, всё ещё остаются места, где изобилие нового. Охотское море называют детским садом для промысловых и непромысловых рыб. Мягкие кораллы, разнообразие водорослей – это красочная и питательная среда для бурного роста и развития местного животного мира. Редких гостей Охотского моря ждут десятки видов креветок, многочисленные крабы, медузы и рыбы. Спонсор рубрики «Магазин Мастерок». МДК-видео принимает сюжеты от жителей города и области. Присылайте ваши работы на номер 8-914-859-90-60. За ролик, вышедший в эфир, автор получит 100 рублей на счёт телефона. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова